всем привет любителям орхидей с вами люда и мой орхидейный коридорчик решила все-таки запечатлеть цветение орхидей это вторая морковка которая распустилась в этом году для меня это конечно обалденный экземпляр мне очень хотелось конечно зацвести когда впервые увидела эту орхидею на фотографиях у кого-то в коллекциях и вот эта орхидея сейчас цветет для меня второй раз первый раз она цвела у меня в том году на один цветонос в этом году она меня порадовала и расцвела мне на два цветоноса покажу вот такая вот бульба я бы не сказала что она может быть немножечко побольше предыдущий название знаменитый black pearl черная жемчужина черная жемчужина в моей коллекции действительно цветы и смотрятся очень темными на солнце конечно они немножечко отливают бордовым даже краснотой такой есть участки но без солнышка конечно очень красиво я ее приобретала совсем маленькой если будут вопросы если кто со мной недавно кто не знает вот одна псевдобульба 2 3 вот с 4 у него был один цветонос и вот с 5 2 цветоноса хочу сказать сразу что я в том году их не пересаживала не получилось у меня со временем и эта орхидея находится как уже понятно второй год в одном и том же вазончики и кстати горшочки до вазончики горшочки это я поставила его кашпо ну и вот сейчас достану и покажу это вот такой вот маленький горшочек совсем маленький он конечно не стоит вот мне его чтобы не поломать чтобы было вам понятно ну вот сантиметров на 78 наверно от силы да здесь конечно множество удобрений медленного действия это когда-то я увидела у одного из наших любителей орхидея клуба как он высаживает и я посадила точно так же как он и и конечно я очень очень благодарна ему за это я рассказывал уже про посадки на моем канале еще раз повторю что катасету вам нужно очень много поливать период роста и очень много им нужно солнца и будет вот такой вот результат прекрасная просто прекрасная жемчужина еще один катасету у меня цвел он был в предыдущем ролике но я более подробно так о нем не рассказывала покажу его что это было за название ну и вот мы боем орхидейном коридорчики и вот более подробно показывал название предыдущего цветения это был клава сетум black jade почему он конечно black jade для меня это тоже остается секретом потому что цвет цветы конечно были совсем не черные ну и вот опять же показываю совсем маленький горшочек нарастил он такие две огромные псевдобульбы ну может быть конечно было бы цветение более пышная если бы он был в более большом горшочки ну раз я уже решила более подробно рассказать вот я его все таки достала из горшка чтобы вы реально убедились что я его не пересаживала здесь очень много псевдобульб наверно вот это вот самая маленькая самая первая 1 2 3 4 5 6 2 псевдобульбы на нарастил он у меня за этот год как вы видите ну и вот цветонос очень был тоже приятный аромат я очищаю все эти конечно листики которые постепенно 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 отмирают не люблю я ну и вот такие вот две псевдобульбы конечно он нарастил естественно буду я пересаживать уже следующем году это все дело ну корней очень много он был вдвоем горшке конечно потому что пересад перевешивали все эти маленькие горшочки они не выдерживали ну вот так вот а вот что меня реально удивило так это цветение природной котлей околандиай это конечно я не знаю что с ней случилось в том году в этом году ну в общем цветет она получается уже третий раз подряд вернее должно было быть цветение ну вот цвела она один раз потом этот цветонос был съеден и вот она опять вырастила неугомонная еще одну псевдобульбу и расцвела еще на два цветочка поэтому конечно мифы о том что цветет один раз в году уже побиты получается первое вот это псевдобульба цвела 21 ноября 21 года и потом она получается отцвела вырастила эту псевдобульбу которая была съедена и потом вырастила а нет вру вот это псевдобульба была съедена полностью детей я не то говорю ну в общем вот это псевдобульба была тоже с цветоносом было у меня видео но я была очень конечно в недоумении как это второй раз она цветет и вот она выпустила выпустила вырастила еще один ростик и зацвела с него еще раз апрель 22 года и вот она цветет и цветет и вот она у меня еще с конца кстати тоже выпустила маленький ростик чему я очень рада вот этот первый маленький покусанный и вот этот вот уже такой хороший ростик другую сторону растет я не надрезала эту резому нигде как я делаю иногда она просто решила мне выпустить выпустить рост с этой стороны супер отцветает конечно она постепенно тоже запах очень приятный но уже конечно отцветает красота ну а что я еще могу сказать что вот это вот с этой котлее конечно я никогда не расстанусь она у меня была когда-то одна из первых моих котлей и я ее когда-то цвела неоднократно потом она у меня разрослась я решила что я ее могу разделить порезать оставить себе маленький кусочек и конечно я потом об этом жалела в одном из видео я об этом говорю ну ну она очень долго росла болела ну и вот так вот она наконец-то у меня разрослась и расцвела какой у нее запах это просто что-то невероятное она конечно оцветает уже не такие яркие цветы но все равно очень красивые и запах это это сказать что она приятно пахнет это наверное ничего не сказать досталось ей конечно от волкирианы я знаю что волкирианы очень приятно пахнут название у нее литр мармаид джанет даже с наградами и это вот гибрид вот такой гибрид обалденная очень красивая я считаю что сколько у меня пять цветочков она меня порадовала болела болела и пять цветов это очень круто спасибо моя красотка очень рада что она вернулась ко мне а вот это вот тоже моя одна из первых красавиц в моей коллекции очень интересная это котлеанты алпатио ноябрь-март она может свести наверно тоже два раза в год я так подписываю себе это гибридная орхидея и вот кстати на вот этой вот котлее я как-то резала ее резому экспериментировала вряд ли я наверное сейчас уже увижу ну кстати можно будет найти видео где я резала как увеличить прирост орхидеи и конечно видно что уже вот в задней части насколько здесь такие прям заросли новые ростики растут конечно она еще не цвела ни с одного вот это вот все такие вот маленькие новые ростики потому что в конце вот были вот эти вот лысые псевдопульбы ну и постепенно постепенно она конечно наращивает их это конечно тоже красавица необыкновенная точно так же меня удивляет своим цветением цвела она тоже в ноябре 30 ноября я знаю даты потому что я стараюсь фотографировать и выставляю на инстаграм это как бы мой такой альбом фотографий и такое у нее название и вот как вы видите один два опять три новых роста она нарастила и расцвела обалденная цветет очень часто я ее естественно не высаживала если кто кому интересно можно вернуться в цветение за ноябрь и посмотреть я думаю что она там есть в старом горшочке и вот я ее пересадила по моим таким новым продумкам я пытаюсь чтобы моим орхидеям было уютно и тепло как говорится ну и вот я сейчас высаживают в такую систему я прокладываю мох на дно чтобы было немножечко так влажно все таки мох немножечко влагу удерживает и потом просто такая кора крупной фракции я так высаживала ансизиумные и как вы видите прекрасный результат корешки просто со всех сторон я видела многие девочки наоборот сажают кора и мох наверх но у меня этот мох просто просыхает до хруста за день и ничего он в принципе мне не дает поэтому конечно у нас у каждого разные условия и я решила что я попробую такую посадку и вы знаете очень понравилось и ансидиумной группе и вот котлеем это моя красавица черная жемчужина я ее вынесла сюда и вот вы видите такой немножечко бордовый оттенок и аромат прекрасный ну вот у нас сейчас 7 утра и у нас конечно уже становится прохладно 18 градусов по ночам температура опускается и понемножечку понемножечку движемся мы к зиме это уже тоже оцветает буйбофилум лангезипалум с новой гвинеей природная орхидея ну вот по такой же системе они у меня посажены конечно в очень плоские такие горшочки кто со мной давно уже знает мне нравятся такие посадки тоже мох на дно и кора без запаха кстати этот буйбофилум нет у него противного запаха очень интересные цветы я люблю буйбофилумы и вот следующий буйбофилум тоже распустились такие голландские пара туфелек буйбофилум фрости ай миниатюрный такой красавчик ну конечно цветочки очень интересные у него пара туфелек и вот так вот мы поднимаем язычки если конечно принюхиваться то есть такой не очень приятный аромат ну можно и не нюхать как говорится правда а наслаждаться вот такой вот красотой таки интересные псевдобульбочки как маленькие яблочки ну и растет в такой же системе это тоже моя красавица с предыдущего видео понемножечку у него цветают уже цветы это было все цветы здесь были и они постепенно постепенно нижние оцветают верхние расцветают когда-то этот эта орхидея была подарена мне потому что предыдущий хозяин этой орхидеи никак ее не мог зацвести ну и конечно у нее такие размеры впечатляют большая она и это гибрид 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 гибридович я бы сказала такое название большое две природные орхидеи файус и получилось вот такое вот maculato grandifolius красивое такое название ну и цветочки очень интересные а это еще один мой бульбофилум его кто-то покушал один из моих любимых бульбофилумов бульбофилум frosty eye я у него понемножечку конечно он настолько зарос мхом такой вид конечно у него сейчас не очень презентабельный но я весь мох понемножку понемножечку у него снимаю потому что все псевдобульбы уже были заросли чуть ли не по голову вот как здесь вот уже видно только кончики псевдобульб и я понемножку понемножечку я их конечно расчищаю всего два цветочка обычно четыре такой вертолетик ну в общем вот такой красавчик кстати одна из моих новинок здесь вот стоит сейчас посмотрела я купила на одной из последних выставок которая была у меня есть совсем малыш я никогда не видела в живую это цветение и конечно я увидела я купила но она в таком не очень очень хорошем в виде я бы сказала но не знаю я наблюдаю пока что за ней поэтому она здесь у меня стоит ну вот как я уже я ее пока что даже и не пересаживала ну и вот сейчас я вижу что она начинают расти корни просыпается почка пока что я ее трогать не буду посмотрю и пересажу и конечно же я вам сейчас ставлю цветение этой красавицы